вы считаете что курение приносит безусловный вред ошибаетесь польза от курения есть я назову вам как минимум шесть причин из-за которых люди курят вы считаете что они наносят вред своему здоровью они выбрасывают деньги на ветер нет на самом деле они получают реальный результат реально ощутимый именно поэтому они посматривают на видео бросить курить не бросить курить и продолжают курить и так смотрите это видео до конца чтобы понять почему люди не хотят бросить курить позиция первая причина первая знаете курение в компании облегчает общение да ну в возрасте там 12-15 лет повышает статус раз курить человек значен взрослым всем чем тебя ощущает взрослым вы знаете поднять статус таким образом здорово ну вы знаете сегодня есть для общения социальные сети они открыты регистрация в них бесплатно там тоже есть разные статусы вы тоже можете поднять свою самооценку немножко другим путем причем бесплатно не выбрасывая деньги на ветер по моему альтернатива неплохая вторая причина по которой не бросают курить курение это самый быстрый антистресс вы знаете это самый дешевый антистресс уже стрессов сегодня полно до жизнь активно очень много событий в жизни происходит не все происходит так как вы хотели бы если вы попадаете в стрессовую ситуацию вы закурили вы только взяли сигарету подумали уже срабатывает стереотипом уже становится лучше но через пять минут через то посту как вы начали курить реально становится лучше вы стресса вышли причем быстрее можно выйти только ну два основных пути это наркоз это внутривенное ведение каких-то препаратов да это не очень удобно закурить вытащили пачку зажли сигарету все у вас уже пошла ситуации вы успокоились знаете почему потому что курение табачный дым резко повышает вязкость крови больше того в табачном дыме продукты неполного горения угарный газ он блокирует это цит и блокирует гемоглобин теоретически в крови есть кислород не переносит стресс возникает чаще всего где мозг мозг активно работает над какой-то проблемой что сделала курение пять минут кровь стала более густой кровь уже переносит кислород нос не получает кислород для активности где стресс нету стрессов вопрос другом ситуацию то вы не решили если вас не устраивает ваше положение в жизни если вас не устраивает какие-то жизненные ситуации которые в жизни происходит то вы с помощью курения их не решаете вы уменьшаете реакцию своего организма на эту ситуацию но как вы понимаете увеличение вязкости крови это риск инфаркта риск инсульта это риск острой сердечной недостаточности эти риски нельзя снимать сбрасываться счету именно поэтому снижая стресс таким образом вы должны понимать что во первых после курения вы примерно час должны находиться в спокойном состоянии потому что добавить к таком таким образом снятому эмоциональному стрессу еще физический стресс это способ попасть на проблему остановить сердце или вызвать инфаркт инсульт то что я сказал раньше конечно есть другие методы снятия стресса да это алкоголь тоже считается как бы вредной привычкой но вы знаете менее вредно чем о нем рассказывают и алкоголь великолепно снимает антистресс единство что таким путем вы ну 20 раз или 30 раз день стресс снять себе не можете и это понятно уходить все время под шофе тоже не всегда удобно есть другой способ как предотвратить стресс это уже работа печени потому что печень как метаболический мозг когда полноценно снабжает ваш мозг питательными веществами мозг находит правильное решение раньше и лучше вы стресс не попадаете в случае если вы попадаете в стресс мозг обеспеченным правильным питанием опять-таки решает ситуацию быстрее и лучше вы что хотите решить ситуацию или не реагировать на нее вы знаете если это положение скажем так какого-то предмета там ручки листика бумажки на столе в принципе тут и курение подходит но если у вас опасность для жизни меня не скажу что сабли зубы тигры нечто похожее встретилась вам на пути вот тут вы знаете лучше хорошая работа печени и активная работа мозга чем высокая вязкость крови которая даст возможность вам спокойном состоянии ждать встречи с сабли зубы тигром не самый простой вариант кстати такие видео есть на моем канале по вязкой крови наберите высокая вязкость крови или просто вязкость крови вы посмотрите ни одно видео на эту тему чему это все приводит поэтому думайте каким образом контролировать свои эмоции если вам нужна работа печени не вопрос такую книжку я издал что делать если у вас есть печень от нее многое зависит не только хорошая работа мозга работа всего организма причина третье курение помогает похудеть да здесь принципиальное значение имеет качество и количество почему уже как вы понимаете все хотят похудеть и бесплатно да такие варианты тоже есть доктор интернет предлагает множество возможностей для того чтобы реально похудеть во время курения нужно вкладывать в это больше средств и чем больше вы курите тем больше степени вы похудеете и вот большинство останавливает этот процесс большинство считает тут брошу курить расползусь сразу да если не будете правильно относиться к своему здоровью если вы просто бросили курить и все и считаете что курение ну никак по-другому кроме как экономически на ваш организм не подействовал подействовал еще и как как какой вред приносит курение посмотрите несколько видео на моем канале они немножечко описал разные ситуации которые возникают связи с курением потому что ну вот та интоксикация которую дает табачный дым это не самый простой вариант она приводит тому что разрушаются белки белки держит воду в вашем организме белков мало воды мало а это старение говорили еще врачи древности поэтому таким способом бросить курить здорово вот но когда вы курите у вас жесткая интоксикация посмотрите на тех кто много курит они все худые они все-таки подсушеные понятно белка нет они пытаются накачать мы сюда могут попробовать вы знаете мыши накачать нужно опять-таки хорошая печень при курении она мягко выражаясь находится на голодном пайке потому что постоянно густая кровь печень не может работать знаете если вы боитесь бросить курить и поправиться я вам помогу сделать обратное на тему как похудеть много видео на моем канале смотрите если вы еще не подписчик подписывайтесь не вопрос больше того я помогу мне просто бросить курить и не поправиться еще и подкачать мышцы потому что улучшить работу печень я знаю как вы этого не все знаете поэтому в тренажерном зале часто потеете теряете силу и энергию и сушу реально накачивать мышцу а накачивают большинство пигулками с аминокислотами это тоже классная штука вы знаете та же печень рак печени после этих пигулок легко и просто возникает только что докажут это спустя годы и десятилетия на вашем примере зачем вам это нужно лучше обеспечить все правильное питание и тогда белки которые в пище были пойдут ваши мышцы да сможете легко и просто накачать нужное вам объем мышцы массы причина 4 знаете это я бы сказал даже хорошие мы считают классно в эти вы если долго курить и можете бесплатно не вкладывая ни копейки денег в это произвести себе эпиляцию на ногах причем безболезненно ну если у вас волосы выпадают не только на кстати посмотрите на свои ноги сравните с степенью волосе не сейчас и та которая была раньше там 10 15 20 лет назад если у вас уже волосы на ногах выпали эпиляция у вас уже произошла ну косметический эффект вы уже получили и это где-то вы считаете может быть даже и прекрасно но вы не задумывались почему выпали волосы на ногах а почему выпадают волосы на голове по той же самой причине нет полноценного питания и нет полноценного очищения когда вы курите вы вносите в организм кучу токсичных веществ они убивают волосы в любой точке на ногах пожалуйста голова пожалуйста вы знаете курева очень дорогим способом производит вам эпиляцию высокая вязкость крови как вы понимаете это одна проблема но курение вызывает облитерирующий эндортериит то есть сосуды постепенно сужаются просвет уменьшается и понятно если еще и густая кровь вот тут возникает гипоксия той зоне куда попало эндортерит возникает в ногах вы знаете он еще хуже чем диабетическая ангиопатия наберите в интернете диабетическая стопа посмотрите картинки на эту тему так вот облитерирующий эндортерит еще хуже вызывает если при диабетической стопе хоть могут убирать только некротизированные ткани и фактически редко когда ну поднимается достаточно высоко процесс можно в принципе его остановить если кстати вам кому-то из родственников или знакомых нужно лечение диабета не вопрос четыре месяца на лечение восстанавливается работа печени и диабет отступает сосуды восстановить сложнее в эту же другая песня извините волшебство только в сказках были на так просто этот процесс не произойдет но при курении облитерирующий эндортерит там оперирует всего один раз если диабетическую стопу можно оперировать много раз то диабетический то эндортерит облитерирующий после курения всего один раз это по краю шортов причем шорты высоко коротенькие шорты верхней трети бедра оперируют и мол прооперировать принципе обе ноги как вы понимаете человек это инвалид становится в этой ситуации причем тут не имеет значения стаж курения можете покурить когда-то полгода вот два три и уже облитерирующий эндортерит у вас уже пошел если вы сосудами не занимаетесь то правда проблему можете попасть а те кто курит регулярно как вы понимаете у них эта проблема возникнет все зависит от генетики чем хуже генетика тем раньше возникнет ситуация поэтому тут сам по себе факт курение достаточно продолжительный даже в прошлом вы должны задуматься что делать с вашими сосудами с вашей крови с вашей печенью с вашим организмом в целом лучше это не самая простая ситуация но эпиляцию на ногах вы таким образом провести можете причина 5 узнаете увеличивается биологический возраст если некоторые считают что это плохо тот то курит возможно он рассчитывает на совсем другое ускоренное старение ну и узнаете по биологическому возрасту вы можете оказаться на пенсии даже в паспортном возрасте там 20 30 40 лет ну если вы считаете что это здорово я не разделяю вашей ваш оптимизм но что вы приобретаете в награду вместе со старением конечно вы приобретаете различные болезни не думаю что это хорошо поэтому тут думайте все таки до жалость окружающих это здорово но все-таки вы знаете лучше иметь хороший хорошее здоровье беречь его сохранять улучшать активное долголетие все-таки это хорошая перспектива причина 6 она где-то связано с пятой причиной найти неприятный запах изо рта который появляется после курения я прекрасно вас понимаю да глубокий выдох в транспорте и вам могут уступить место с одной стороны это здорово особенно если у вас уже боли в ногах облитерирующий эндертерит один из достаточно поздних признаков это перемежающаяся хромота то есть когда вы идете по достаточно активной вас вдруг появилась острая боль в икроножных мышцах да тут там закончился кислород кислорода нет кислорода не может попасть полноценно к мышце и там появилась связи ипоксии появилась боль до получить таким образом место в транспорте это здорово вы знаете лучше все таки чтобы вам не по внешнему виду или по вашему уровню биологического возраста уступали место в транспорте лучше все таки иметь реально хороший биологический возраст и хорошо себя при этом чувствовать и достаточно долго жить перспектива ведь есть все хотят вы знаете как бы люди не бравировали я видел людей перед смертью знаете бравада вся теряется и как рыба на поверхности на суше начинает вот так вот глотать воздух пытаются жить пытается ухватиться за эту жизнь поэтому думайте раньше правильно нужно относиться к своему здоровью поэтому то польза от курения которую я обозначил возможно у вас есть свои причины почему вы курите напишите пожалуйста в комментариях пусть другие люди тоже может быть они имеют это тоже мотивацию напишите пожалуйста кто из вас бросил курить тоже напишите как вам это удалось как вы себя чувствуете после этого может быть вот какие-то изменения у вас есть желание вернуться потому что не все бросают раз и навсегда некоторые бросают несколько раз жизни и я понимаю это правильно все таки лучше бросить курить чем продолжать курить и вы знаете те плюсы которые вы получаете благодаря курению то польза которая есть в этом процессе знаете они по моему настолько мизерный что они даже и упоминать не стоит но выход из этой ситуации должен все-таки бросить курить нужно нужно после этого еще восстановить ваш организм если вам нужна такая помощь контакты вы видите вы легко можете обратиться и получить исчерпывающую информацию конечно можете просто посмотреть видео на моем канале если вы подписчик вам это проще будет сделать посмотрите на разные темы которые обозначил в этом видео они интересны они указывают на различную степень вашего здоровья или не здоровье и как рациональней выходить из той ситуации которую вы попали поэтому если вам нужна моя помощь не вопрос контакта вы видите и пока вы думаете я тоже пойду возьму тайм-аут и подумаю какой еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия крепкого вам здоровья и разумного ему отношения до следующих встреч на моем канале